Привет, вот ты бы спела на одной сцене с Шаманом, замутила бы какую-нибудь коллаборацию с Шаманом? Ничего, что вообще-то с Аллой Борисовной мы в одном проекте Шамана как бы пествовали, целовали в щёчки, и я его Шаманом назвала. Ну сейчас сложно представить, чтобы Алла Борисовна пествовала Шамана, но не могу представить сейчас. Проект назывался на канале «Россия», «Фактор А», и там был Шаман, он получил личную премию Аллы Борисовны. Я его назвала Шаманом, и он мне недавно это вспоминал. Тебе нравится его нынешняя творчика? Мне вообще он нравится, потому что я его помню с той программой, потому что я ему сказала, ты какой-то Шаман, и он мне говорит, представляешь, откуда пошло? Так что я фактически, и мне кажется, Алла Борисовна в первую очередь, потому что премия, потом его папа давал интервью и сказал, премию, которую дал Алла Борисовна, они потратили на его образование. Он закончил институт, так что это на ее деньги, это признание папы. Мне, я за то, чтобы... Во-первых, он остался скромнейшим парнем. Я же с ним за кулисами пересекаюсь. В нем не появилась звездной болезни, а могла бы. Могла бы. Есть от чего? Могла бы, да. Вот. И он такой же ребенок, как и вот тогда, ну, виза, лет 8 назад, что ли, программа была. Мне, может быть, ну, вот с точки зрения музыки, хорошо, пусть, допустим, это не моя музыка, да, ну, я, скажем так, люблю панк-рок, а зарабатываю на попсе. Ну, то есть, да, я тоже не делаю то, что... Я просто не умею петь панк-рок, поэтому зарабатываю на попсе. И у меня другая попса, у него другое направление. Все равно он из парней развивающихся, поэтому он не будет останавливаться. Я жду от него вот лирику любовную. Мне же, как тетеньке, хочется любовной лирики. Но патриотика у него у единственного получилась. Ему я верю. Он искренний. Ну, потому что у меня была возможность его наблюдать в течение месяца практически каждый день. А там уж все видно. И за кулисами ты видишь, кто мерзота, и кто играет, кто выйдет на сцену, корчит из себя. А за кулисами находиться невозможно. Как будто запах стоит прямо от человека. И поэтому еще раз говорю, есть коллеги, которые не высказывались. Может, им так комфортно. Алла Борисовна очень активно высказывается. Ну, это ее право. Это ее право, ее личное право. Она на пенсии очень давно. И мне кажется, не было бы такой ситуации, если бы не получилось, не начали много оскорблений. Насколько я помню, Алла Борисовна не начала сразу никуда вмешиваться, пока не начались оскорбления детей и что-то такое. Насколько я помню. Я могу перепутать факты. Но, послушайте, Алла Борисовна, вот что бы ни происходило, Чарли Чаплина возьмем, да? Мы же сейчас не говорим, а может, Чарли Чаплин в то время был неправ. Что только ему не приписывали, включая педофилию. Просто так работало убивание. То ЦИПСО. Вот так работало. Мы же не знаем, как человека можно довезти, вывезти. Но я помню конную милицию, концерты Аллы Борисовны, где ты не можешь, ты просто висишь на заборе, хотя бы увидеть краешек балахона, услышать вот так, как она поет. И потом, когда ты с ней знакомишься, и она к моей жизни творческой, именно творческой, и прикладывала руку, но как она меня прикладывала по заднице, вербально каждый раз. Я, наверное, одна из немногих, кого она не хвалила никогда. И этим она меня сделала. И этим она меня сделала. Потому что это не то, что мне хотелось все время ей доказать, что, знаете, я могу. Нет, именно этим она... Если бы она меня хвалила, я бы, наверное, тут же растеклась, как лужа. А она мне все время давала люлей. Раз в полгода где-нибудь увидишь, она сделает замечание. Идешь загруженный, думаешь, думаешь. Вот для меня Алла Борисовна. И как певица, как актриса, она это фундамент все равно сегодняшней эстрады. У нее был свой фундамент. Клавдия Ивановна Шульженко, к примеру, да. У Клавдии Ивановны, не знаю, Вяльцева. Ну, кто был. У каждого свой фундамент. Фундамент все равно она своим голосом, артистизмом, музыкальностью очень подвинула нашу эстраду вперед. Но ее же всю жизнь не любил кто-то. Ну, всю жизнь. Я, честно говоря, вот пребывала в уверенности, что ой, меня больше любят, чем не любят. Я, наверное, такая просто, так сказать, ебанько. А вот оказалось, что прямо мне, на меня вылилось абсолютно, вот смотрите, вот по разным поводам, а практически все то же самое. А как Максим Галкин? Как к нему относиться? Ведь он говорит порой очень лютые вещи. Даже не порой, а очень часто. У него откровенно русофобская позиция. А вот ты по долгу службы его слушаешь? Я его вообще не слушаю. А скуд ты знаешь, что он говорит? Вот я смотри, вот я не смотрю. Поэтому я не знаю, что он говорит по той причине, что я не смотрю. Я вообще, вот у меня до меня долетает очень мало чего. До меня долетает, поскольку я, например, отслеживала какие-то вещи по себе. Ну, когда набираешь лолита, вот по лолите, а этот сказал тот, а этот сказал тот. Вот тогда лолита и видит, что на нее, значит, там где-то выкатили. Но если мне неинтересно, да, я к Максу, как к интеллектуалу, еще раз говорю, у меня есть длительная жизнь на сцене, да, и закулисная. Я не входила в число близких друзей, но в число коллег и принятых иногда в доме за столом. Поэтому то, что знаю я, да, ну, я не могу это вычеркнуть из жизни. Ну, не могу. Вот если я считаю, что Пугачева мой учитель, хотя она об этом даже не додумывается, например, да, и не догадывается. Я назначила ее учителем. Я думаю, очень многие. Я не могу об учителе говорить плохо. Может, учитель не прав, но пройдет время, рассудит. Мало того, когда Вишневская, Ростропович, я же была маленькая, я помню, сколько вылилось на Вишневскую, Галину Вишневскую и Ростислава Ростроповича. Прошло сколько, я не знаю, лета. Они вернулись, им подарили школу свою или институт, ордена. А что там было? Про кого и что они говорили? Вот я сейчас не вспомню, но помню, что был дикий скандал, что они или выдворили их из страны, или они уехали из страны. Поэтому я всегда ориентируюсь на такие вещи, что ну, давайте не циклиться на том, что сегодня. Вот пройдет время, давайте человек оценить по его общественному вкладу, знанию. Да, в противном случае, ну, мы должны растоптать память Эппенгеймера, да. А вот сейчас Оскаров много. Но Оскар сейчас такой очень своеобразный. Ну, нет, почему? Эппенгеймер, ты видел? Я смотрел, мне, честно говоря, не зашло. Возможно, у меня плохой вкус. Я люблю исторические личности, люблю смотреть все, что с ними связано, потому что для меня это как та жизнь, в которую ты никогда не проникнешь. Просто мне кажется, Оскар превратился, это не про Эппенгеймер, даже не про художественную составляющую, мне кажется, Оскар превратился в политическую похабщину. То есть там, понимаешь, как позднее Горбачевское какое-то политбюро. Вот в том году мы даем там экстремисту Навальному, в этом году мы даем Киеву за какую-то пропаганду про Мариуполь и так далее. Тебе не кажется, что это заказуха, что это пошло, что там уже нет искусства? Если бы я посмотрела, если бы я видела фильмы, которые ты перечислила, я бы могла бы тебе сказать. Я не могу тебе сказать, я не видела их. Поэтому я не знаю их художественную ценность. Я понимаю, что у них свои перегибы. Я знаю, что там запрещать фильм... Господи, как же... Чего-нибудь там только не запретили запасить. Господи, ну а это... Там много чего можно назвать. Это такая картина, как в жизни нельзя было придумать, что его можно... Я подумаю об этом завтра. Ну... Как? Унесенный ветром. Подсказка из зала. Вот, да. Замечательные горячели. Унесенный ветром. Галерка, привет. Запретить, несмотря на то, что там первая темнокожая актриса, получившая Оскар. Взять, запретить, потому что там, значит, пропаганда рабовладельческого строя. Вот как мы можем на все это... Это же маразм. Но это маразм. И маразм в Голливуде сейчас очень много. А пройдет время, и мы на что-то будем смотреть тоже, как на маразм. И говорить, ну, надо же, какое время было. Вот за это, за вот то, что вот там люди в концертных костюмах пришли, им вот так вот с руки влепили, хорошо к стенке не поставили. Понимаешь, поэтому я не берусь обсуждать ни моих коллег, потому что я не могу перестать любить. У меня слишком много связано. У меня связано человеческого. У меня было много хренового в жизни, когда эти люди протягивали мне руку. И это было серьезно. То есть, когда ты не нужен никому, и когда ты почти в 40 лет начинаешь карьеру заново, и опять ты женщина, а это называется БУ. Это я прошла вот эти все иджи-ские штучки. Когда в 40 лет радио не крутят, потому что 40 – это старое. И Алла Борисовна мне протягивала руку, звала к себе, наливала чай и говорила, давай, поищи себе новую, вот ту, которая ты была. Уже никому не интересно. Давай. Потом через два года говорила, у тебя в руках коньяк? Так и начинают спиваться. Борисовна. Потом через какое-то время ловлю себя на мысли, что я не расстаюсь-то с этим делом. И мне на ум пришла эта фраза. Так начинают спиваться. Я начинаю думать, а я... И ты задумываешься. Кажется, начинаю спиваться. И я это дело завязываю. Поэтому как я могу... Вот ты меня просто по-человечески пойми. Я могу думать что угодно, но если я то, что я там думаю, я могу добрать телефон и сказать, мне вот это не нравится. Но это я скажу глаза в глаза, ухо в ухо. А вот так. И мне не нравится... Ну, тоже много нелепостей про то, как она... Как только случается что-то, да, тут же начинают спивать. А вот она там уничтожила, закрыла. Но это же тоже из-за разряда нелепых слухов. Человек мог не взять только к себе в программу. Имеет право. Это режиссерская работа. Да, рождественские встречи. Это мое видение. Я набираю кастинг по своему усмотрению. Я, Кали Борисович, тоже не попадала в какие-то... Ну, не было у меня песни. Попадала и не попадала. И у нее никогда не было ни своей станции, ни своего канала. То есть говорить о том, что кто-то кого-то уничтожил, да, вокально забрал лучшие годы, невозможно. Означает, что ты ни хрена не делал. Ты нашел сейчас самую слабую точку, куда можно бить и оправдать свой личный инфантилизм. Получается, не сдаешь своих. Ты просто вот... Не могу. И у нас вообще это наше правило, своих не сдаем. Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не другие. Почему я решил оставить этот фрагмент интервью Лариты Милянской, вчерашнее интервью. Это первая ее беседа после скандала, после так называемой еврейской вечеринки, которая, по факту, напомню, была вечеринкой МТС. Потому что я сам часто спрашиваю своих собеседников, ну, из шоу-бизнеса, про шамана, и многие малодушно уходят этот ответ. Ну, бывает, говорят, я не слышал. Ну, типа, знаешь, что есть такой-то шаман, но мнения нет. Ну, не поверю. Не поверю. Кстати, достаточно подробно недавно беседовал про шамана с Маргаритой Суханкиной, которая на днях получила звание заслуженной артистки Российской Федерации. Ссылку на этот фрагмент беседы оставлю. Вот. А здесь мне было, конечно, интересно узнать, что именно Ларита придумала ему сценическое имя дрону. Шаман. Вот. И, во-вторых, мне симпатична позиция не сдавать своих. Я считаю, что да. Надо, надо держать ударом. Ларита молодец. И здесь ногой, блядь! Спасибо!